Музыка Уважаемые коллеги, пока мы радовались, как наши мастера футбола забивают галой противнику, правительство Медведева решило забить гол сразу всей стране и каждому гражданину. Одновременно забили два гола президенту. Прежде всего, на 5 рублей подняли цены на бензин и солярку, что располагалось по всем ценникам. На 2% НДС, это сейчас почувствуют все современные предприятия. Что касается стабильности, развития, о котором говорил президент, и мы все поддержали, то это удар под дых стабильности, потому что впервые в истории Думы вносится закон, против которого мои избиратели 100%, а ваши 8-9 человек, как минимум. И насилуют страну, не сообразуясь ни с чем, пытаясь пропихнуть ее, прежде всего, подрывая элементарную стабильность. Хочу обратиться к Единой России. Вы в данном случае одновременно рушите и путинское большинство. Вы рушите его навсегда, а вы все на этом сидите. Одновременно хочу обратить ваше внимание на то, что поразительный ценизм проявляется по отношению к женщине. Ей девают петлю на шею на 8 лет и говорят, что это для нее счастье и спасение. Ведь женщина – это, прежде всего, мать, первый воспитатель, первый учительница, первый наставник, первый хранитель домашнего чага. Идите, попробуйте сейчас, устроите женщину в 45 лет с двумя образованиями на работу. Я не могу этого сделать. А в 50-57 лет вы предлагаете самый несчастный период жизни еще на 8 лет мотать, исча работу, нищую работу, и существовать, в общем-то, на чужие средства, на иждивение, кто там еще дома будет работать. На мой взгляд, это не только безнравственно, это потрясающий ценизм, который вообще никогда не проявлялся в нашей истории. Вы наносите жуткий удар не по демографии, как заявляют, а по российской государственности. Хочу вам напомнить, я вам говорил, чтобы нам существовать в 21 веке и конкурировать, надо иметь 200 миллионов. Мы тогда будем конкурентоспособны. Вы говорите, расти будет население. Господин Топилин, с 70-го по 90-е выросло население Российской Федерации на 18 миллионов человек. За эти 25 лет потеряли 9 миллионов. 7 миллионов прибежало мигрантов, минус 2 миллиона, единственная страна в мире. Американцы выросли на 77 миллионов, французы на 10 миллионов, англичане на 9 миллионов. Вы предлагаете рану еще на 30 лет. Вы соображаете, что вы делаете? Если бы вы соображали, вы никогда не вносили такой закон. Вы бьете по поколению бабушек. Вы оттягиваете на 8 лет. Молодая семья я, когда у меня сын появлялся, ждал, когда мать после 40 лет, 5 стажа, сумеет понянщить сына. А теперь что будет делать? Вы лишаете молодое поколение родителей возможности родить ребенка. А надо рожать до 25 лет, чтобы ребенок был здоровый и полноценный. Вы тем самым подрываете генофонд нации. Вы бьете по поколению тех, кто трудится. Они еще не соображают до конца. И им обвалится вот то, что вы им предлагаете. Те, кто не дотянет до пенсионного возраста своими болячками, трудностями, без работы придет и скажет, братец, корми. А кому кормить? Средняя зарплата 18 тысяч. Кому кормить молодой семье, у кого двое детей, получающие 60 тысяч, средние по 15, они все нищие. Вы говорите, вам следует поверить, господин Топилин. Мы сюда к вам пять раз вносили закон о детях войны. Ребенок в 73 года сегодня самый молодой. Они же отпахали в детстве. В селе получают 8-9 тысяч сегодня пенсию. А в городе 10-13. Что ж вы им не дали 140 миллиардов, которые мы просили пять раз? У вас сейчас дополнительные доходы 1 триллион 800 миллиардов. Кашин носится законом о стакане молока для школьников всего 14 миллиардов. Что ж вы им шиш показали? Мы просили, так и не подписали этот обычный закон. Когда вы говорите доверие, доверие формируется за счет конкретных шагов и действий. Такого рода законы надо вносить, сопровождая всей серией других. Льгот, поддержек, ваше детское пособие на три подгузника в ряде областей не хватает. Что касается регионов, то тут вообще ситуация просто жутковатая. Моя родная область за эти годы рыночной оккупации потеряла 150 тысяч. В годы войны мы потеряли в два раза меньше. Тульская область потеряла 350 тысяч. Скажите, каким образом дальше мы будем развиваться, если этот закон пройдет? Что можно решить при такой демографической политике? Что касается регионов, вот эта болтовня относительно того растет. Ничего не растет во средний возраст жизни. Полтора года за 25 лет. Взял все регионы. 36 регионов. Никогда мужик не доживет до пенсии. За редким исключением. Чукотка, Еврейская, Хакасия. Средний возраст менее 60. Вы им предлагаете 65. Если взять Сибирь, Харитоном блестяще выступал. Крайний север. Коренные русские области. Все попадают в эту зону. Русское население уже сократилось на 7%. Как националы собираются жить в едином государстве, если исчезает то, что держит нас в единстве всех. Язык, культура, традиции, воля, наши победы, тысячелетняя история. Вы по ним просто бьете на отмышность, образуясь ни с чем. Возьмите прошлый год. В 84 региона сократилась рождаемость. В 81 увеличилась смертность. Всего 3 года была маленькая прибавка, 13-й, 14-й, 15-й. Вы ее обваливаете. Вы сейчас ее обвалите полностью на 20 лет вперед. Начинают тыкать в мировой опыт. Господин Топилин, какая пенсия в Эстонии? В 2 раза выше, чем у вас. Какая пенсия в Польше? В 3 раза выше, чем у вас. Какая пенсия во Франции? В 5-10 раз выше, чем у вас. Чего ж вы пенсию не подняли, а вы предлагаете и так далее, жалкую тысячу, которую бросаете, и говорите, на нее можно прожить. Это просто позорище для любого правительства. Когда вы говорите, что у вас нет ресурсов, это полное вранье. Называю вам ресурс. Мы предлагали 27 триллионов золотовалютной резервы. Во времена Примако было 8 миллиардов, все, долларов. 28 триллионов лежат неподвижным грузом в банках. 28 триллионов лежат. Вы голосовали за то, чтобы им дали дополнительно за 3 года, дали им 4 триллиона. Они вам обещали, что они вложат в инвестиции. Появятся рабочие места, доходы, все. Вложили там меньше 5 процентов. 6 триллионов в чужих банках лежат и так далее. И мы предлагали пакет законов без ущерба для особо богатых. Они бы еще добавили нам 10 триллионов, если разумно подойти. Почему вы не приняли ни одного закона, который ущемляют богатых? Они пухнут на кризисе, а вы лезете в карман после того, как обобрали граждан, еще лезете в карман полунищим пенсионерам. И, к мой взгляд, это просто безобразие фирменное. Президент ставит задачу 3,5 процента. Я в прошлый раз выступал и сказал, можно 6-7. У нас все для этого есть. Капитал есть, я вам назвал. Мощности, мощности в высокотехнологичном производстве загружены на 40 процентов. В целом машиностроение на 60 максимум процентов. Сырье, три четверти сырья гоним за кордон и так далее. Три четверти сырья без переработки. Переработайте, получите и так далее. 40 миллионов гектаров запущены, брошены и так далее. Кадровые полтора миллиона. Кстати, у нас в 2016 году убежало молодых специалистов 20 тысяч, а потом 42 тысячи. После этого закона сбегут последние, потому что они не будут ждать вашей нищей пенсии. Из заключения хочу господину Топелину напомнить историю. Он должен ее знать. В феврале, в январе 2017 года ни одна газета не писала, что будет февральская революция. 23 февраля был день работницы. Бабы сбунтовались, когда им досталось хлеба с детьми. Ворвались на заводы и сказали мужикам, что ж вы тут сирите и так далее. С этого началась февральская революция. Через 10 дней пала тысячелетняя монархия. Большевики тут ни при чем. Тут была политика, которая, собственно говоря, довела до этого состояния. Чтобы вносить такой закон, господин Топелин, как минимум, надо знать свою историю и помнить. За референдум, что суверенитет России выше Союза, голосовало более 900 человек. Через год страна развалилась, а потом что хватились, уже поздно. Не принимайте эти законы. Вам дети и внуки не простят этого.